Мы продолжаем с помощью Всевышнего короткие уроки по еврейской истории. Урок посвящается. И я хочу, прежде чем мы перейдем к периоду, как я сказал, большей части второго храма, и мудрецов, которые тогда жили, что про них известно, я хотел еще раз подчеркнуть, откуда мы знаем хронологию событий. В данном случае, как интересно, у нас есть достаточно источников, чтобы, во всяком случае, с времен греческого восстания, восстания маккабеев против греков, Хашмунаев, вообще более правильно, маккабеи, не очень ясно, так ли их называли. Простой смысл, что только ягуду звали маккаби. Но сегодня их всех называют маккабеями, и уже, может быть, в средние века или, в основном случае, с какого-то момента стали так делать. Так вот, восстание Хашмунаев, и дальше мы знаем, практически можно очень четко посчитать, кто в какие времена жил. Плюс-минус там несколько лет, буквально, можно все посчитать. На чем это основано? На целом ряде независимых свидетельств. Часть из наших источников, часть из нееврейских источников, и они все, в общем, совпадают, более не менее. Как мы сейчас с вами подробнее обсудим. Итак, первое, что мы знаем, это, во-первых, в книгах самих вот этих маккабеев, так называемые книги маккабеев, первая и вторая, они были написаны независимо, одна была написана на греческом, видимо, другая была позже переведена на греческий, и то, и другое сохранилось в результате только в переводах. Так вот, обе эти книги описывают события по эре селевклидов. Я рассказывал не раз, что в результате вот те, тот генерал, который получил Сирию, и вот эти места с севера от Израиля, после смерти Македонского, по ним с какого-то момента стали отчитывать эру целую. То есть, как сейчас, например, все неевреи считают, в христианских странах точно, но и не только на Западе, по всему миру уже стала известна эта система. Я думаю, в Китае считают когда так же, и в Японии, да, что сейчас, допустим, 2020 год начался по их исчислению. Вот когда-то считали по этой эре, хотя было небольшое различие на один год, или почти на год, но во всем случае для нас сейчас, чтобы примерно хотя бы знать числа, это не так важно. Так вот, получается, эра это селевклидов, она начинается с 311 или 312 года до нашей эры. То есть, с этого момента они захватили полностью власть. И, кстати, Хазаль тоже использовали эту эру и называли ее Шторот. Они бумаги деловые все писали, и геты, кстати, разводные письма не от творения мира, как сейчас, а писали все по этой эре. Так вот, обе книги Маккабеев, они описывают, когда именно началось восстание и сколько оно продлилось. Значит, самое начало, вот когда Матитяху начал восстание, это был 100, получается, 45-й год этой эры. Значит, 312 минус 145, это 167. Значит, получается, порядка 167 года до нашей эры. Тогда началось это восстание. То есть, сколько это до разрушения храма получается? Разрушение храма, если в 70-м году наша эра, я уже рассказывал, там тоже может быть разница в 1-2 года, но хотя бы до такой степени точности это нам достаточно. Значит, 167 плюс 70, получается, это 230 с чем-то лет. Очень-очень близко к тому, что Хазар описывает, что время правления Хашманаев и время правления Ирода было по 103 года каждый, то есть всего, получается, 206, но они же не сразу выиграли восстание, поэтому это все совпадает. Полное совпадение того, что написано в двух разных книгах Маккабеев и то, что говорят Хазарь. То есть, когда восстание уже закончилось, оно же не сразу закончилось. Три года было только до того, как они очистили храмы, было чудо Хануки, но они еще потом пару десятков лет воевали. Поэтому, если отсчитывать времени, когда, наконец, земля успокоилась и евреи получили свое государство, то, получается, действительно правление Маккабеев будет порядка 103 лет и правление, соответственно, Ирода и его потомков тоже порядка 103 лет. Теперь время Ирода мы тоже можем знать, потому что известно, с какими римскими императорами он имел дело, и он даже там ввязался в какое-то, ему повезло, что он занял нужную позицию. Постал, как говорят, на нужную лошадь, и он, когда там в Риме происходили, те события, которые происходили, тоже, соответственно, это все полностью совпадает с тем, когда мы примерно ожидаем, что было правление Ирода порядка 103 лет до разрушения храма. И, кстати, император, при котором было восстание греческое, тоже, и оно же, опять же, известно у неевреев, независимо, когда именно жил этот Антиох, Эпифан, и тоже это более-менее совпадает, да, он, получается, что умер примерно во время, после Чудо, примерно в тот же год, что ли, что Чудо Хануки, плюс-минус, опять же, может, немножко отличается, но примерно в это время. Но, как я сказал, восстание продолжалось, даже когда умер император, то все равно там еще было все не так просто. Это все подробно написано в книге Маккабе, что дальше происходило, после того, как они очистили храм и смогли зажечь ханукальные свечи, то, что, ну, в случае-то они назывались не ханукальными тогда, просто зажечь минору. В общем, это все происходило в начале восстания, через три года всего лишь. А и восстание само, оно еще долго продолжалось. В общем, как бы там ни было, получается, что у нас есть несколько разных независимых источников, которые примерно все совпадают. И, в общем, получается, что можно тогда оценить, кто когда жил. Значит, что мы знаем из Пиркиавод? Что Игошобин Прахия, получается, было следующее поколение после Чуда Хануки. И мы позже расскажем про него пару историй. И если в среднем оценивать, да, поколение где-то по 30 лет, да, сколько могут одно поколение мудрецов быть, пока следующие не приходят на их место, да, порядка 30 лет – это очень разумное, разумное среднее предположение. Значит, иногда чуть больше, может быть. Значит, Игошобин Прахия. Потом, в это время, уже внук Шимона, последнего из братьев Макабеев, который был жив, внук его, которого звали Янай, Александр Янай, он был царем, и при нем было уже поколение Шимона бен Шатаха. И действительно, хазах говорят, что Шимон бен Шатах, он был, как говорят по-английски, брата-ин-ло, брат его жены, брат Александры, Шломит Александра была, его царица, этого Янайя. Вот ее брат был, получается, как раз следующее уже поколение. То есть все совпадает, опять же, на Шимон бен Шатахе, это поколение, получается, детей, хашманаев, а уже внук Шимона, да, в его поколении было следующее поколение мудрецов, Шимона бен Шатаха. Потом, после Шимона бен Шатаха, да, упоминают, а вот поколение Шамая и Автальона, а, соответственно, у нас к тому времени уже, то есть со стороны царей, к тому времени уже дети Янайя дрались, вот это те дети, которые Аристабулос и Хуркинос, которые в Талмуде в разных местах, в трех местах упоминаются, что один был снаружи, другой внутри. Есть разные гирсы, кто из них снаружи, кто внутри, но, соответственно, по описанию Мирософлава мы можем знать, какой из вариантов правильный. Но в Талмуде есть разные варианты в трех местах. В одном месте написано, что один был снаружи, а в других двух, что другой был снаружи. На всяком случае, была армия одного и армия другого, и они, значит, друг на друга нападали и пытались каждый захватить власть. Это были, значит, уже дети этого Александра Яная. Это вот следующее поколение. И потом Ирод пришел к власти, я рассказывал в другом месте, что есть диспут, пришел ли к власти Ирод во время Хилова и Шамая, или во время Шамая и Автальона, потому что Шамай и Шамая очень похожие имена, и когда на гречески это переведено, когда Иосиф Флава упоминает имена по-гречески, то не очень ясно, потому что второе, которое он упоминает в этот период времени, это Полио. Полио это Хилал, или Полио это Автальон. И тот и другой вариант возможен, вроде имя не очень похоже. А вот Шамая это либо Шамай, либо Шамая. Ну вот, как я сказал, было либо в поколении Шамая и Автальона, либо в поколении Хилова и Шамая пришел к власти Ирод. Когда это произошло, это порядка, получается, 103 лет до разрушения храма, и также есть независимая, опять же, в Талмуде другая гада, которая тоже с этим совпадает, а именно говорится, что Хилал и его сын и внук, и правнук были Насиим во время последних 100 лет до разрушения храма. Это есть такая гада в трактате Шаббата и в трактате Авадазара. Опять же, полное совпадение, получается, по хронологии. То есть, Хилал был главой поколения, был Наси, Санхедрина. Потом был его сын, Шимон. Он недолго был похожий. Во всяком случае, мы про него ничего не знаем. Он нигде не упоминается больше. Потом его внук, которого звали Гамлиэль, это называют его Рабан Гамлиэль Азакен, старый Рабан Гамлиэль, чтобы отличить его от его внука, который уже жил после разрушения храма, основную жизнь, и был главой Вьявни, в Санхедрине Вьявни, после разрушения. Вот. И, соответственно, значит, Рабан Гамлиэль Азакен, а потом Шимон, Рабан Гамлиэль, который считается, что погиб во время разрушения храма. То есть, получается, три поколения еще после Хилала в последние сто лет. Ну, в среднем, тогда, получается, сам Хилал, говорится в Медраше, что он прожил 120 лет. Я не знаю, насколько принимать буквально, потому что Медраше считает, что практически все главные лидеры прожили ровно по 120 лет, и всегда это делится на три по сорок. Медраше считает, что и Муше также прожил. Про Муше и диспут, на самом деле, в каком возрасте он покинул Египет. Но этот Медраше считает, это в конце сифрей, в конце халахического Медраша в книге Дворим, где говорится про жизнь Муше, что ему было 120 лет, когда он умер. Так вот, они рассчитывают, что Муше ушел из Египта в сорок. И тогда жизнь Муше делается на три тройки. Сорок, сорок и сорок. Сорок в Египте, сорок в изгнании, и потом в сорок лет он уже вел еврейский народ. И они говорят, что так же было по отношению к трем разным людям еще, великим мудрецам, а именно по отношению к Хилалу, по отношению к рабе Акиве и по отношению к рабе Йоханну Бензакаю. Что у всех у них была жизнь по сорок-сорок-сорок. Хилал, говорится, что сначала сорок лет был где-то, да, ну, в Бавилонской Бавилоне, в принципе, родился и жил. То есть, что первый раз он вышел из Бавилонии в сорок лет и обучался, значит, Шемешко Хамим, говорится, обслуживал мудрецов. Шамая и Автальона были в основном учителя, как Емора упоминает тоже. Значит, он учился от них сорок лет. И потом сорок лет Парнас, это Исраэль, да, был как бы главой, что ли, еврейского народа, вел еврейский народ. Потом Абьёхам и Закай, говорится, занимался бизнесом сорок лет. Потом сорок лет, опять же, Шемешко Хамим учился. И сорок лет, соответственно, был главой. Да, и это, кстати, про Абьёхам и Закай это упоминается и в Талмуде в двух местах, что именно так разделяется его жизнь. И схематически. И, наконец, Раби Акива, да, сорок лет вообще необразованным был, был пастухом. Да, про Абьёхам и Закай не говорится, что он вообще был необразованный первые сорок лет. Может быть, он занимался немножко торой, но также занимался бизнесом. Но, во всяком случае, про Раби Акива это точно говорится, что он сорок лет вообще был необразованным, потом сорок лет, опять же, учился и сорок лет учил. Вот. Так вот, если принимать это буквально, все эти числа, то тогда получается, что Хилл, если примерно сто лет до разрушения храма он стал основным, ведь говорится, что последний сто лет храма, как я сказал, в том месте, в Талмуде, в Шаббат и в Аводозоре, последний сто лет храма разделено между четырьмя Анасиим. Хилл, его сын, внук и правнук, да, Рабан Шиммин Гамлиэль. Первый Рабан Шиммин Гамлиэль, Рабан Шиммин Гамлиэль, было тоже два, может быть, больше, но два, которые во время Танаев, да, второй из них это уже отец Реби, но это гораздо позже, да, это уже после разрушения храма, после Рабан Гамлиэля, который был в Явне. Так вот, в Мишне, кстати, Рабан Шиммин Гамлиэль, это обычно тоже второй упомянут. Как правило, более часто упоминаются более поздние поколения, как я уже не раз рассказывал. Так вот, рабочий Гамрель, который погиб при разрушении храма, он был последний из тех, кто были при храме Насиим из династии Шхилова. Так вот, когда говорится, что Ххилов был, начиная со 100 лет до разрушения храма, имеется в виду, что он в этот момент как раз стал Наси? Может быть нет, может имеется в виду, что порядка 100 лет, последние 100 лет, в том числе, включали время Ххилова и остальных его потомков трех следующих поколений. Получается, что Рабьохан Бензакай, если он прожил такую огромную жизнь, так что он вообще не учился первые 40 лет, то все равно он мог застать Ххилова. Если Ххилов, например, начал быть лидером около 100 лет до разрушения храма, то тогда еще через 40 лет после этого он еще не умер. Если же он начал немножко раньше, тогда может быть 30 лет после этого он еще был жив. Поэтому, если теперь сказать, что Рабьохан Бензакай, например, в 40 лет только начал изучать Тору, если это он даже вообще не изучал, то в любом случае он мог несколько лет учиться с Ххилова и быть его младшим из учеников в каком-то смысле. И потом, уже после разрушения храма, он, может быть, прожил года или два не очень долго. Так выглядели Десласофот и так, в общем, согласились многие комментаторы. В всяком случае, ту хронологию, которую дает, опять же, Рабьо Берл Уайн, она точно неправильная, потому что у него, получается, Рабьохан Бензака, его активность вообще чуть ли не до восстания Барковбы, то есть еще 50 лет после разрушения храма. Тогда он никак не мог застать Ххилова, и тогда все просто наизнанку. Но я уже говорил, что у него многие хронологии неправильные. Кстати, и время Шубин-Прахи у него сдвинуто, получается, еще до восстания Хануки, что ли. Это же невозможно, да, по времени. Или он считал, что восстание Хануки было в какое-то другое время. Тогда это противоречит всего, что мы знаем, как я сказал, есть независимо сразу несколько вещей, которые мы знаем про время Хануки, которые точно можно определить с большой точностью время восстания. Во всяком случае, я вам, видите, привел несколько источников, из которых можно вполне, более не менее, хронологию событий вычислить почти точно. И вот теперь я хотел перейти уже к поколению после восстания Маккабеев, да, в Шубин-Прахи и Нитая Арбели. Но прежде чем я перейду, я хочу рассказать еще одно событие, которое важное, которое упоминается и в Талмуде, и в независимых источниках, и точно это произошло. Хотя в Талмуде это описано в стиле Агады, как обычно, но во всяком случае основной исторический, как бы, как я по-английски, корнел, да, основное зерно, так сказать, историческое, здесь без сомнения правильное. И это известный был храм. Существовал в свое время храм в Египте у евреев. И есть неуверенность точно, как они поклонялись, только ли Всевышнему или идолопоклонство тоже там было замешано. И это в самом Талмуде тоже подобный диспут. Сегодня, кажется, ученые считают, что там было таки замешано поклонение другим силам тоже, вот, как вариант, что это в том числе включало водозору. Я вам приведу это из Талмуда трактат Миноход, страница 109, всю эту Агаду. Опять же, нужно сделать скидку на то, что это Агада, то есть это написано в стиле легенды, но без сомнения, как я сказал, исторически здесь есть скелет этого всего. А именно описывается так, что был вот этот великий Шимон Ацадик, и он служил 40 лет, и там во время его службы было много очень чудес, и всячески Всевышний был говолил своему народу. А вот когда он уже был стареньким, последний раз, когда он заходил в святую святых, он почувствовал, что в этот год он умрет. И так он предсказал, и так и произошло. И когда он умер, то, да, вскоре после Йом-Кипура, даже, говорит, ты 7 дней всего болел, и после этого умер, то перестали, во-первых, другие коины использовать теперь открытое имя Всевышнего. Есть секретное имя Всевышнего, которое они произносили при благословении коинов. Теперь они перестали его использовать. Возможно, имеется в виду 12-ти буквы на имя, которое упоминают автоктазики Душин. Во всяком случае, уже почувствовали люди, что окончил целая эпоха с великим праведным Шимоном-Отсадиком. А между тем дети у него, да, как у многих, как у Шмуэля в свое время, как у Эли, да, дети у него оказались отнюдь не на уровне. Так вот, рассказывает нам Талмуд следующую историю даже про детей. Что было у него два сына, Хонья и Шими, его брат. И, значит, один из них говорит другому. Хонья, согласно первой версии, Хонья, да, что сказал Шимон-Отсадик перед смертью, что пусть Хонья будет служить в храме после меня. То есть, согласно этой версии, это был младший брат. Так вот, его старший брат, который на него старше на два года, согласно этой Агаде, он ему, на два с половиной года, он его, ему завидовать стал. И говорит, давай я тебя научу, как правильно служить в храме. И он его, говорит, одел в какую-то необычную одежду, что-то ему дал не только ункели, да, и каким-то цилцулом его припоясал. В общем, что-то его не так стал обучать. И поставил его около жертвенника и говорит другим братьям Коэнам, говорит, смотрите, вот, что он, говорит, какую он клятву дал своей любимой женщине, чтобы показать, в чем он будет служить Всевышнему. То есть, он как-то оделся не так. На самом деле, он сам его так одел. Вот, и говорит, что я, говорит, когда начну служить как Коэн Гадоли, он пообещал своей любимой женщине, что когда я буду служить как Коэн Гадоли, вот, я оденусь в такую одежду странную, да, какой-то, что-то, что больше подходит для бала, наверное, чем для службы, я не знаю. Ункели вот это надену, твои ункели, и буду припоясываться твоим цилцулем. Вот, тогда, значит, остальные братья Коэна хотели его убить за это. Он убежал от них, пошел в Александрию, в Египетскую, и построил там жертвенник, и стал приносить там жертвы идолопоклонству. Это, значит, первый вариант истории, который приводит Раби Меер. Ну, понимаешь, Раби Меер, Раби Гуда, они жили, это были ученики Раби Акивы, они жили порядка, получается, лет так, может быть, 400 после этого периода времени, если не больше. Поэтому это все было основано на том, что какие-то были, видимо, традиции, и что-то они слышали, но вот вы видите, сейчас будет история, совсем другая версия этой истории у Раби Гуды, почти ни в чем не совпадающая, только в том, что действительно был какой-то храм, одним из потомков странного садика, установленный в Египте. Но не для его поклонства, и совсем все по-другому. Итак, значит, это все слова Раби Меера. Раби Гуда говорит другой вариант, что не так было это Майсе. Скорее, говорит, Хонио не захотел становиться Коэн Гадолем, потому что Шимми все-таки его старший, он решил своего брата пропустить вперед. Но все равно он ему позавидовал, и опять же он пошел, стал учить его, как правильно служить, и тоже его одел в эти какие-то одежды из кожи или что-то такое, ункили вот эти, и в результате то же самое сказал, что он тот пообещал своей любимой женщине, что он будет служить в таких одеждах, и когда Коэны хотели того убить, Шимми вот этого, то тогда Шимми рассказал, наоборот, что это Хонио все наделал. И тогда они хотели уже убить Хонио. И Хонио тогда убежал в Египет и сделал там жертвовник Всевышнему. И построил, но что тоже нельзя, да, во время, когда стоит храм в Иерусалиме. И Аллахали Майсе у нас, что даже когда храма нет в Иерусалиме, тоже даже в наше время, уже нигде приносить жертву нельзя. Хотя в этом был диспут в свое время, можно ли в наше время приносить жертву в нее храма. Но, по крайней мере, в этот период времени, когда был храм в Иерусалиме, он все равно сделал неправильно, без сомнения, что он построил, пусть даже Всевышнему, но жертвенник в другом месте, в Египте. И, соответственно, там приносили теперь, да, появился храм в Египте. То есть, как я сказал, получается, что, хотя версии этих историй полностью отличаются, но они согласны, что этот храм как-то ассоциируется с неким Хонио, и что он находился где-то в Египте. В Алифантине, говорят, историки, это все вроде были открыты, даже писания сохранились какие-то с времен этого храма. И он долгое время был соревнующийся храм, так сказать, в Египте. Вот, это был раскол в отношении службы. Это, пожалуй, единственное еще важное событие, которое было в период времени после Шимонатсадика. А теперь вот мы перейдем после восстания Маккабеев, да, кто были мудрецы и какие есть у нас, какая у нас есть информация про этот период времени. Значит, следующее поколение после восстания Хашмонаев, это Йогошобин Пирахия и Нитай Гарбели. Про Нитай Гарбели мы вообще почти ничего не знаем, кроме того, что Пиркиавод упоминает. А вот Йогошобин Пирахия упоминается нередко. И есть интересно, что две версии истории, одна в Баевонском Талмуде, другая в Русалимском, по отношению, видимо, к одной и той же истории. Хотя Датсофрим говорит, что это две разные истории, но вот вы увидите, я вам прочту, я думаю, что большинство убеждены будут, что это просто две версии одной и той же истории, как часто бывает, мы только что видели две версии одной и той же истории на одной и той же странице геморрой. Так тем более, когда одна версия в Русалимском, то есть другая в Бавилонском, какие-то различия будут. Но слишком уж много совпадений, чтобы считать, что было две разные истории, и обе произошли. Значит, описывается здесь следующее. В трактате Сота на странице 47 описывается это в отношении Йошобин Пирахия и Шимона Бен Шатаха. В Иерусалимском тамуде, в трактате Хагига описывается это в отношении тоже Шимона Бен Шатаха, но также Йогуда Бен Табай. Итак, значит, в трактате Сота описывается в Бавилонском тамуде следующее. Они описывают в том числе, чтобы человек не имел учеников, которые, как говорится, «хотео махтие тарабин», «грешат и приводят к греху многих». И в том числе описывается, как произошло с учеником Раби Шобин Пирахия. И рассказывается следующее, что когда царь Янай, вот этот внук Шимона, правнук Матитьяху, убивал мудрецов, мы позже расскажем, что есть версия, что это на самом деле Йоханан, его отец убивал мудрецов, и вот история, которая описана в Кедушин, я позже расскажу, что возможно, что произошла на самом деле не с Янайом, а с Йохананом, и мы будем говорить о мнении датсов по отношению к этому. Но в таком случае, возможно, что оба они убивали мудрецов в какой-то период времени. Так вот, когда Янай убивал мудрецов, то Шимон бен Шатах, его спрятала его сестра, уже рассказывал, что хозяй считает, что сестра была как раз женой Янайя. Его сестра, царица Шламид Александра, спрятала Шимона бен Шатаха, а вот Йоханан Бен Прахий убежал в Александрию, в центральный город Египта, где была большая еврейская община. Потом, когда немножко стало лучше, стал мир, как говорится, то Шимон бен Шатах послал за ним, говорит, отсюда из Иерусалима столицы, святого города, тебе, Александрия Египетская, моя сестра. Мой муж, говорит, находится у тебя, а я, говорит, сижу одна. В смысле, что такой великий мудрец, я в Шумон Брахия, пора ему возвращаться. Тогда, значит, тот понял, что это, видимо, это было специально послано как-то кодировкой таким образом, да, так тот понял, что стало лучше, и можно возвращаться. И он поехал назад. И когда он остановился в каком-то трактире, то трактирщица очень его уважила, очень хорошо их обслужила. Его с его людьми, которые были с ними, среди них был ученик, как мы увидим, какой-то. Значит, она очень хорошо их обслужила, и он говорит, какая прекрасная эта трактирщица. А ученик ему говорит, сказал ему один из учеников, Ребе, у нее же такие глаза некрасивые, да, трутот, я не знаю, это раскосы или какие, в общем, или наоборот, выпуклые глаза. У нее глаза некрасивые. Он говорит, а злодей, ты что меня подозреваешь, что я, да, в смысле, что я имел в виду ее красоту, кто же так рассказывает, какая красавица эта женщина, да, жена трактирщика. Я бы никогда такое не сказал, Хас Вишам, что ты меня тут подозреваешь, что я так себя веду. Да, ты думаешь, я про красоту, я говорил. Я говорил, что она такая прекрасная женщина, что она нас обслужила хорошо. В общем, взял его и поставил под херем, да, отлучил этого ученика. Тот к нему приходил-приходил, а он все его не принимал назад. Однажды он к нему пришел, тот уже хотел его принять, решил, что ученик достаточно раскаялся. Он ему показал каким-то знаком, что он его примет. А тот решил, что он все равно показывал, что он его отвергает. В результате он ушел и стал поклоняться идолам. И сказал, что я знаю, что тот, кто делает грехи и приводит к другим греху, он наверняка уже не сможет раскаяться. Другой версии этой истории, да, похоже, что это был Иисус, по мнению Хазаль, Ишуа Ганоцри. Да, что он, как говорится, кишев вегисит ведех, это, да, он, так сказать, колдовал и увел евреев от, да, множество евреев от, да, идиах, да, как месит, как человек, который уводит от Всевышнего. Ихти от Исраэль. Вот. Теперь версия в Иерусалимском тамуде, в трактах Хагига. Они пытаются проверить в Иерусалимском тамуде, кто был Наси, а кто был Афбейдин. Это было две важные позиции в этот период времени, так называемых зугод. Мы уже сказали, что с времен еще до восстания Макабе было два важных человека, Йоси бен Йозер и Йоси бен Йоханан, да. Эти два мудреца, один был Афбейдин, а другой был Наси. Так вот, Иерусалимский тамуд спрашивает, кто был Наси, а кто был Афбейдин во время Ягуда бен Табая и Шимона бен Шатаха. И пытаются доказать и следующую историю. Потом есть другая там история, которая противоречит этой. Но, во всяком случае, из этой выглядит, что Наси, это был Ягуда бен Табай. И доказательство вот какое. что хотели сделать в Иерусалиме главой сделать вот этого Ягуда бен Табая. Он убежал в Александрию. И из Иерусалима ему посылали письма, что вот из меня Большого Иерусалима в Маленькую Александрию. До каких пор мой обрученный будет у тебя сидеть? В истории в Бавилон, когда они его называли Баали, да. Мой муж будет у тебя, сказал Иерусалим в Александрии. А здесь, говорится, мой обрученный, да. До каких пор мой обрученный будет сидеть у вас? А я сижу одна, Агума. В общем, в результате они, он стал возвращаться. и они становились в каком-то трактире. И хозяйка дома и хорошо обслужила. И он говорит, да, хорошая хозяйка, но ничего в ней не хватает. А сказал ему один из учеников, Рэби, у нее же глаза какие-то разломанные, в общем, тоже некрасивые глаза у нее. То есть, опять же, понял ученик, что он имеет в виду, что хозяйка очень красивая во всех отношениях. Так он говорит, у тебя, говорит, две проблемы, да. Во-первых, ты, говорит, меня подозревал, что я говорю о ее красоте, а ха смешал. Во-вторых, ты ее сам рассматривал, наверное, внимательно, чтобы понять, насколько она красивая, что тоже неправильно, неподобающее. А я имел в виду, что ее дела хорошие, да. Я не имел в виду ее, похвалить ее красоту физическую, да. Я имел в виду похвалить, как она нас обслужила хорошо. Разозлился он на него. Вот, на этом заканчивается эта история, а потом дальше приводится другая история, согласно которой, наоборот, Наси был Шимон бен Шатах. Да, это важно знать, кто из них Наси, потому что Наси – это главный мудрец Санхедрина, а в едином на втором месте. Вот, но к чему я все это веду? К тому, что похожей истории достаточно. Можно сказать, что произошло две истории, как считает Датсофрин, но больше, мне кажется, убеждает, что это была одна и та же история, только разные версии, почему именно убежал, но все остальное с трактиром и в остальных деталях, с учеником, все очень уж похоже. Так вот, разумеется, христиане считают, что Иисус жил гораздо позже. И ответы, что было два человека, которых называли Ишуа Ноцри, они, конечно, очень далеки от того, чтобы это принять, хотя некоторые из решений им такое приводят. Но, скорее всего, в действительности эти истории, как я сказал, были написаны очень поздно, и точно уже не было известно, что когда, вот есть даже две версии, при каком именно мудреце это произошло. Поэтому не исключено, что разные истории потом стали предписываться, в том числе, основоположнику христианства, что неудивительно. Более поздно, еще одна история, которая вообще была во время Раби Акивы, какого-то ученика, тоже стали предписывать основоположнику христианства, про человека, который прошел, не покрыв голову, прошел, так сказать, без ермолки. И сказали разные люди, Раби Акива, Раби Акива спорили, он Мамзер, или он Беннида, или то и другое, как Раби Акива считал. Эту историю тоже стали предписывать Иисусу, но это уже совсем другое поколение, это, наоборот, позже Иисуса. Но это для нас сейчас неважно, мы не занимаемся сейчас историей раннего христианства. Но вот что меня больше сейчас интересует, это вопрос, при каком именно царе происходило гонение на мудрецов Торы. А это вот описывается в геморре Кедушин, тоже агав заодно, знаете, ведь наши геморы, они почти не занимаются историей, это просто всегда заодно, из-за какого-то практически часто, либо интерпретации стиха, либо какой-то халахи, заодно описывается какая-то история. Так вот, в геморре Кедушин это описывается в таком контексте, что они обсуждают, насколько можно доверять одному свидетелю в случаях похищенной женщины, которая становится запрещенной мужу, если муж кое, вдруг ее изнасиловали неевреи. Так вот, в том числе, там обсуждается заодно эта история, чтобы что-то доказать из этого халахическое, а именно говорится, что когда Янай преследовал мудрецов, а произошло это так, что он пришел с одной из своих битв, очень довольный, что они выиграли очередное сражение, и у него был какой-то дружок, который был из Цедукеев, из людей, которые были против мудрецов и не верили в устный закон. И он решил спровоцировать царя, который был довольно-таки гордый человек и тяжелый, спровоцировать, чтобы он мудрецов стал ненавидеть. Как он это сделал? Он ему говорит, что мудрецы, на самом деле, тебя недолюбливают. Про него входили слухи, что он родился некошенно от его мамы, что маму когда-то похитили. То есть Йоханан. Возможно, это Йохан Конгадоль, упомянутый в Талмуде. Есть некий Йохан Конгадоль, упомянутый в Талмуде, который служил 80 лет и потом в конце стал Цедукеем. На вопрос, во-первых, 80 лет вроде никто из них не служил, поэтому есть разные попытки интерпретировать. Может, это написано не 80, а 8. Может, имеется в виду целая династия их. Но, во всяком случае, какой-то был Конгадоль, который в конце жизни стал Цедукеем. Так вот, в трактате Брахот есть вообще диспут между Рабой и Абая. Два мудреца спорят, Йоханан и Янай. Это один и тот же человек, или это два разных человека? И был ли человек... Янай был злодеем изначально, а Йоханан стал злодеем в конце жизни? Или это один и тот же человек, который изначально был злодеем? Так вот, Абай считает, что это один и тот же человек. Они там обсуждают, проходит, может ли такое быть, что полный царик станет Раша в конце жизни? А Рабы считают, что это два разных человека. Что Янай и Йоханан это два разных человека. Разумеется, мы знаем на 100%, что это были два разных человека. Янай был сыном Йохана. Кстати, после Йохана смерти одно время был царь его брат, который посадил его в тюрьму. И царство очень недолго и умер. А вот уже потом жена этого брата, вдова, чтобы сделали ей ебом, вытащила его из тюрьмы этого Яна. И вот это была Шломит Александра, которая, по мнению Хазар, была сестрой Шимона Бен Шатаха. Это из других противоречий, как она могла быть с сестрой Шимона Бен Шатаха. Но я сейчас не буду в это вдаваться. Во всяком случае, значит, этот геморо в Кедушин говорит, что вся история представляет ее на им, которую я сейчас расскажу. Но Датсофрим предполагает, и на самом деле Йосфа Флавия та же история описывается по отношению к Йохананану. Так Датсофрим предполагает, что это и есть диспут Абая и Равы. Что наша история в Кедушине, ее же автора Абая, Абая считает, что Йоханан и Яна это один и тот же человек. Но так как на самом деле это были два разных человека, и Халаха как Рава, то поэтому на самом-то деле нужно понимать, что история в Кедушине не про Яна отказана, а про Йоханана и его отца. И что он преследовал мудрецов в конце жизни. И так Рабы Миллер тоже. Рабы Миллер в своей истории еврейской тоже это мнение принял. Хотя тот же Датсофрим не принимает это мнение, считает, что Йоханан Гадоли какой-то другой человек. В общем, с этим Йоханан Гадоли много есть сложностей понять точно, но по крайней мере вот история, которая описывается по отношению к Янаю в Геморре Кедушин, которая может быть на самом деле не про Яна, а про Йоханана. История такая, что он значит, когда празднует свою победу очередную в одной из, видимо, абсолютно бесполезных войн, он забияка был, то один из близких ему людей пытается спровоцировать его против мудрецов. И были слухи, что он на самом деле не кошерен для Коэна, потому что он, как я сказал, уже родился от женщины, которую когда-то похитили. И он говорит, вот этот друг, дружок ему, надень-ка ты себе на голову, циц, да, как Коэн Гадолю положено. Он надел, и один из мудрецов действительно сразу же отреагировал, говорит, хватит тебе того, что ты царь, да, оставь корону Кигуны для потомков Аарона. То есть он фактически утверждает этим, что этот царь не годится для Коэна, что он не кошерен, как Коэн. Вот. И тогда стали проверять, говорит, Брайта, и выяснилось, что нету никаких доказательств, что его мама была похищена. И, соответственно, дали плеть этому мудрецу за то, что он, как говорится, Моц и Шемра своего рода, за то, что он так оскорбил царя. Но царь, похоже, требовал большего. Ему было недостаточно только плетьей, он требовал, чтобы этого человека наказали смертью. Вот. И в результате он стал преследовать всех мудрецов. Кое-что из того, что я сейчас рассказал, некоторые детали, взятые из Йосифа Флавия, опять же. Но вот основная, главная часть истории, она вся есть, как я сказал, в Талмуде, в трактатике души. Вот. И, как я сказал, у Йосифа Флавия эта история описана про Йоханана, его отца, а не про Яная. И возможно, в действительности, что по Раве это произошло с Йохананом. По крайней мере, идея такая, что фактически основной, как говорят, по-моему, сплит, основное разделение между фарисеями, прушием и цедокеями произошло из-за вот этого доноса этого злодея, который попытался спровоцировать гнев Яная на фарисеев с их раввинскими законами. Это же тоже раввинский закон, что женщина, которую похитили, мы боимся, что вдруг ее кто-то из похитителей изнасиловал. А Коину запрещена жена даже, которая не виновата и которую изнасиловали. Это раввинский закон, поэтому, в принципе, это спровоцировало не просто гнев на фарисеев, но и гнев, в принципе, на все раввинские законы. И фактически с тех пор либо Йоханан, либо его сын Янай полностью уже принадлежали движению фарисеев, цедукеев, саджусиск по-английски, вот этих цедоким на иврите, людей, которые в устный закон не верят и подвергают все раввинские фактические постановления и заодно и раввинские интерпретации. Кстати, продолжение этой истории в Талмуде, что спросил-таки Йонай, а что будет тогда с Торой, если не будет, да, мудрецов Тор, если я буду их преследовать и уничтожу их, то, что с Торой будет. Так ему ответил этот, он же верил только в письменную Тору, этот его дружок. Так он говорит, а, вот Тора есть, в углу лежит, все, кто хотят, пусть изучают. Во всяком случае, как я сказал, хотя это опять же в форме Агады сказано и вообще приведено, чтобы понять, да, о каком случае идет речь, когда сколько было свидетелей вообще про похищенную его маму и что именно произошло. Но, тем не менее, из этого можно, как я сказал, выучить основной исторический факт, как именно произошло разделение, что в какой-то момент потомки Хашмунаев полностью присоединились к нашим врагам и фактически сделали то, против чего их предки и боролись-то когда-то. То есть, когда-то присоединились к тем же к тем же Мит-Явним, как их называют, тем же ассимиляторам. То есть, фактически, цедукеи, они хотя что-то соблюдали и теоретически в письменную Тору якобы верили, но на практике они были те же ассимиляторы и получилось, что потомки Хашмунаев присоединились к тем, против кого их предки боролись когда-то. Ну, я рассказывал уже, что кончили Хашмунаев очень плохо, их перебил Ирод. В этом, опять же, и Гемора об этом говорит, и, соответственно, в этом нет никакого вопроса, что это и в писаниях Йосифа Флавия, и это понятно, Ирод был очень жестокий человек, он пришел к власти с помощью римлян, и после этого, да, всех, всех, кто может соревноваться с ним, просто перебил. И на этом мы закончим наш урок на сегодня. Урок у США Сырифошлема, Аля Саха, Гохол Нимшель, Раиса Бацони, Гохол Исраиля.